В выходные и праздничные дни по самым разным адресам проводятся культурно-массовые мероприятия. Это выставки, конкурсы, концерты. Объединяет их главная цель – сплотить многонациональный народ Узбекистана, подарить жителям и гостям нашей страны хорошее настроение. Наши съемочные группы разделили его с посетителями столичных парков. Я искал красоту по всему миру. Она оказалась совсем рядом со своим домом. Лучики солнца, в каплю тени росы, в шелесте листьев, журчание воды, улыбки ребенка. Любовь к родному городу, который сегодня по-особенному приветливый, трогательно улыбается своим жителям, начинается вот с таких простых истин, в сути повседневности, отодвинутых на второй план. В столичном парке имени Гафара Гуляма было многолюдно, радостно и оживленно. Люти леташкент и гости столицы с воодушевлением, чистыми помыслами и одновременно осознанием ответственности каждого за мир, благополучие, стабильность в обществе объединились в стремлении к достижению этих благородных целей. Мы рады, что мы живем в Узбекистане. Это наша родина, необъятная, кстати. Цветет и процветает наш Узбекистан. У нас сегодня двойной праздник. У меня сегодня у внука 8-летие, день рождения. Вот мы все решили отметить этот праздник в парке. Аттракционов изобилие очень хорошо. Получили огромное удовольствие. Благодаря этому празднику нам всем объединиться, конечно. Многонациональным вообще нашему Узбекистану нам действительно очень хорошо и вольготно здесь. И мы все настолько дружны. Узбекистан всегда отличался не только завидным гостеприимством, теплотой, сердецей, доброжелательностью, но и таким понятием, как интернационализм. Более со 30 наций народности проживают и трудятся в согласии дружбе. Уважение самобытных традиций и обычаев отмечают национальные праздники. Безжители нашего общего дома искренне любят свою родину и бережно относятся и к своему наследию, и к истории, к культуре других народов. Общий посыл единения, сохранение мира и спокойствия в стране, гармонии благополучия в каждом доме, каждой семье, утверждение общих человеческих ценностей, забота о счастье детей, здоровье старшего поколения прозвучал жизнеутвердающим гимном, создал настроение для души. В преддверии Дня независимости разработан ряд мероприятий в рамках программы «Ты дорог мне, родной, любимый Узбекистан». В областях Узбекистана, Ташкенте, Республике Кыргалпакстан организовываются просветительские встречи, беседы, литературно-художественные вечера, концерты и другие культурные мероприятия. В обновленном столичном центральном парке имени Мирзолугбека царит праздничная атмосфера. Каждый день здесь выступают разные коллективы. Мы попали на сольный концерт национального эстрадо-симфонического оркестра Узбекистана. Его репертуар включил в себя произведения различных эпох и жанров. В нашем городе проводится очень много культурных мероприятий. В этой программе выступают не только молодые певцы, но и популярные исполнители. Мы пригласили очень известных лауреатов жаз-фестивалей. Люди получат удовольствие от нашего концерта. Мы свою функцию выполним на 100%. Каждое культурно-массовое мероприятие, подготовленное к главной дате страны, объединяет общая цель – единение многонационального народа Узбекистана, приобщение к празднованию молодого поколения, сохранению мира, стабильности и дружбы, царящей на нашей земле. Продолжение следует...